Привлекать талантливую молодежь к научно-техническому созиданию такую задачу преследует ежегодный республиканский смотр инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений профессионального образования. Пинск собрал участников областного тура. Брестский областной центр инновационного и технического творчества, действующий на базе нашего города, вновь радушно встречал своих гостей, представителей лицеев и колледжей области, где молодежь сегодня получает свои будущие профессии. По традиции открывали смотр символичным перерезанием красной ленты. Не обошлось без приветственных слов в адрес собравшихся, многие из которых уже неоднократные участники проводимого смотра, доказавшие, что умеют творить и талантливы в сфере техники и инновации. Очень приятно то, что в таких проектах участвует молодежь, стремиться к развитию, к созиданию, стремиться продвигать нашу республику не только в пределах своей малой родины, но и за пределами республики в целом. Огромные слова благодарности всем учреждениям образования, которые принимают участие. Приятным перед началом смотра стал и момент награждения победителей еще одного сосязания умов и умелых рук «Техно-елка». Отметили также представителей учреждения образования, в том числе нашего региона, за участие и положительные результаты смотра инновационного и технического творчества минувшего года. По его итогам среди других областей Брестская заняла почетное второе место. Мы являемся тоже огромным примером. Среди дополнительного образования, посмотрите, какой веер дипломов сегодня имеет Брестская область. Это не каждый год получается, поэтому я как директор приглашаю сюда заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ирину Михайловну Громаду, которая грузит педагогам центра эти дипломы. Молодцы! Робот Клёпа – один из экспонатов новой выставки работ и инноваций областного смотра. И он встречал гостей и демонстрировал им свое умение играть на скрипке. Всего на суджюри было представлено более 500 технических и творческих изделий. Среди них заслуживал внимание учебный тренажер электрооборудования, на котором легче осваивать трактор. Дело в том, что на тракторах много неисправностей припадает на приборы электрооборудования. И изучить эту тему надо очень тщательно. Вот этот прибор, вот этот стенд как раз помогает детально изучить устройство. Его можно занести в помещение, оно передвижное. Если на тракторе все оно есть, но оно далеко, разнесено в разных узлах, где что в кабине, то теперь не сразу все увидишь. Да и не все увидят. А здесь, пожалуйста, выносим, вывозим помещение и все рассматривается чудесно. А это совместное изделие преподавателей и учащихся Пинского колледжа легкой промышленности. Рюкзак. И он не простой, а технически модернизированный. Со встроенной солнечной панелью для зарядки смартфонов. Удобен для людей мобильных, путешественники, например, велопрогулки. Там, где далеко до места зарядки, чтобы человек был не привязан к розетке, в любой поход может отправиться на велосипеде. Рюкзак на спине, солнечная панель здесь вшита сверху на рюкзаке. Вот солнечная погода летом. Телефон, который поддерживает мобильную зарядку, он вкладывается в боковой карман. Здесь есть у нас. Также представители данного Пинского колледжа постарались удивить своей электронной системой полива. Не отставали и их коллеги в умении технически творить. Здесь выполнена внутренняя отделка и наружная отделка. На данном макете показана, начиная от кирпичной кладки, и последовательность выполнения плиточных работ под отделку обоев и выполненная отделка под покраску. С обратной стороны макета показана технология теплосберегающая выполнение штукатурки, то есть караед и подшубу. Одаренная талантливая молодежь может быть в любом учебном заведении, но когда созданы условия, когда этому уделяется огромное внимание учреждения образования, когда идет популяризация профессий через изобретательство и рационализацию, когда мы привлекаем школьников, будущих абитуриентов в наше учебное заведение, это есть огромная система работы. И, наверное, вот этот результат – это есть система наших пинчан. Итог областного смотра инновационного и технического творчества жюри будут подводить не один день. Кого из представителей пинских учреждений образования выделят в этот раз, станет известно позже. Продолжение следует...